всех приветствую с вами я веган христолюб и сегодня мы с вами снова поговорим я поговорю вы послушаете о реинкарнации ролик я назвал реинкарнация в иудаизме и христианстве случай с исцелением слепорожденного с исцелением иисусом христом некого слепорожденного как доказательства реинкарнации в исповедании иудаизма и настоящего христианства я вам позволю ролики постараюсь записать краткий я обычно очень распыляюсь на сегодня постараюсь в 10 уложиться так что не не уходите далеко я напомню что у меня есть не один ролик о реинкарнации в частности в христианстве но и сегодня очередное видео которое нам это покажет о том что реинкарнация существует или нет истинно или нет исповедовали ее представители иудаизма ну и должны ли исповедовать представители настоящего христианства случае нам это описан в евангелитана 9 глава мы его с вами сейчас немножечко почитаем и послушаем прям с первой стиха и проходя увидел и проходя иисус увидел человека слепорожденного или слепого от рождения ученики его спросили у него учитель а теперь я призываю вас сконцентрироваться обратить внимание на все эти тонкости которые мы никогда не замечаем когда читаем евангелие учитель спрашивают ученики христа кто согрешил он слепорожденный или родители его что родился слепым слушайте убийственная с фраза вопрос учеников ко христу или гвоздь в гроб всех проповедников лжи о том что реинкарнация это учение дьявола сатаны и в том же самом христианстве не имеет места является еретически ученики давайте сейчас дочитаем и остановимся это единственная важная фраза во всем этом эпизоде иисус отвечает хотя нет еще важно что ответил иисус да простить дальше просто же сам случай описан очень много потом целая там история разворачивается как всегда с иудеями что они пытаются через это слепорожденного опять иисуса убить предъявив ему то что он творит добрые дела в субботу да ну что ответил иисус не согрешил не он не родители его но это для того чтобы на нем явились дела божьи мне должно делать дела пославшего меня доколе есть день приходит ночь когда никто не может делать доколе я в мире я свет миру ну и дальше он исцеляет специально вам все зачитал вы можете конечно все это прочитать более расширенными версии да мы а на этом остановимся потому что дальше просто игры вся эта история разворачивается уже с другими мыслями если мы читаем нам будет приходить в данный момент момент нас интересует только вопрос учеников и ответа иисуса христа дальше ничего то есть мы не вырываем из контекст как себя показываю вот весь тот контекст который ну по крайней мере мы люди с вами 2020 21 года до третьего тысячелетия все что мы имеем через бумажки по крайней мере до нас дошедшие вот такие вот слова учеников и христа поэтому дальше конечно там ничего можно было если знаете как много раз я говорил вы знаете постоянно говорю вернее даже так скажем и повторяюсь о том что евангелие дошло до нас достаточно искаженном виде и кто что там чё намудрил да и уж тем более проповеди любые которые вы слушаете они зачастую построены просто на вырованных стихах из контекста я же не говоря о том что сам контекст даже в бумажке может быть просто искажен вернее не говорю а говорю как раз да вот но здесь мы с вами почитали и просто заранее говорю вы можете проверить что дальше ничего уже относящегося к этим словам или мысли нет все то есть у нас есть только вопрос учеников и ответа иисуса христа еще раз теперь уже я вам пожую вместе с вами мы внимательно вчитываемся слова учеников и христа ученики спрашивают учитель человек рожден слепым он не ослеп через год через два через три через пять лет через десять через пятнадцать каким ты там естественным способом от болезни или ухудшения здоровья там неестественно кто-то его слепил да за что такая такое с человеком карма мы с вами неоднократно видим когда иисус исцелял людей вы помните чуть выше по евангелию и она того же самого можно найти исцеление человека лежавшего там при некой купальне до с исцелениями который лежал больше там 30 лет да и господь его исцелил но он был здоровым когда-то а тут человек слеп от рождения казалось бы это ребенок мы все знаем прекрасно фразу что детей всегда называют ангелами до детьми божьими еще невинными существами как может бог попускать там рождение слепого человека лишенного зрения ибо сам бог сотворил человека по образу и подобию своему в том числе что он получал радость чего от и своего видения от видения от зрения от своего до а то информации которая поступает ему через глаза и человек рождается слепым то кто согрешил ученики христа спрашивают о том что этот человек как-то мог согрешить до рождения разобьем еще этот эпизод на несколько маленьких гвоздей в гроб лжеучений о том что реинкарнация это учение дьявола как любит говорить псевдо христианину и там разные религиозники значит ученики просто тупые ничего не соображают значит они настолько глупые непонятно что исповедует вы будучи представителями иудаизма что спрашивают такие вещи или некорректно формулируют свои мысли но нет ответ христа вбивает второй окончательный гвоздь в это лживое как раз учение о том что якобы реинкарнация это не истина это как раз истина сознание человека никогда не умирает человек проживает много разных жизней получая разные опыты и познают истину через вкушение плодов добра и зла когда его творить да и на этом опыте жизни уже после вкушения так скажем по незнанию в следующий раз избирает добровольно добро или зло того становится либо богом либо анти богом да либо светом либо тьмой иисус поправляет учеников он готов и вы тупицы двоечники какой ересь вы несете хине нет он будет что этот человек какой бы мы я всегда еще раз скажу и как и говорю мы с вами читаем не забывайте в частности синодальный перевод мне он просто по жизни как-то я к нему более привык и просто читаю синодальный перевод хотя всем всегда говорю что все что до нас дошло переведено переписано перетолковано это лишь интерпретация истины которая когда-то 2000 лет тому назад являлся в плоти на обозрение людям да поэтому слова иисуса как бы здесь не было написано синодальном переводе смысл несут именно такой он не сделал ничего не согрешил не он не родители его то есть не вот конечно же человек проживая не одну свою жизнь реинкарнированную да как личность из одной лишь телесной оболочки в другую конечно же мы все много согрешаем да проходим разные опыты как я вам сказал его все это сами прекрасно знаете на себе что не получится в 10 минут ведь не умею я коротко говорить ну ладно не буду на это отвлекаться минуточек на 20 растянем да то человек проживает опыт жизни как я вам и сказал же вы сами все это знаете еще раз повторяюсь что именно мы познаем что добро и зло именно на опыте что-то делаем да и узнаем это плохо или хорошо потом и конечно же после первичных таких так скажем бессознательных опытов желаний поступков да потому что мы еще не знаем что будет с этим поступком маленький ребенок протягивающий пальцы к электрическому проводу не понимает что с ним будет но ударишь получив там удар током хорошо если не сильный да он понимает что это больше делать нельзя так мы все в своей жизни ударили кого-то увидели слезы боль у самих сердце защемили и мы понимаем что плохо что такое хорошо хоть это и грех но он отчасти бессознательный без без осознанной и и и без осознания последствий греха да а вот настоящий самый грех это уже как в мире есть такое понятие рецидив когда ты повторичным троичным сознательно совершаешь зло зная все последствия плохие последствия злые последствия своего поступка злого то есть греха да иисус никак не поправляет учеников он не говорит вы бездарь и как вы учились в синагогах да что не знаете что человек не может согрешить до рождения конечно упертые фанатично упертые религиозники могут что все что угодно здесь втирать и тоже выворачивать сказать но иисус просто не стал поправлять но он же не сказал что вот он там жил в предыдущей жизни а ты же видишь это для славы божьей он родился слепой да нет здесь мы видим конкретные более того я хотел в конце ролики сказать чуть не сказал в начале но сейчас расскажу посмотрите еще серию роликов на моем канале о реинкарнации на каждом канале есть отдельно поиск по каналу вбейте туда реинкарнации вам выйдут все ролики которые я записывал их не так много и евангелие так как сама евангельская история дошедшая на до нас пусть даже через четырех авторов тех событий совсем в минимальных не минимальной интерпретации до либо жизнь человека намного больше чем два часа устного описания вот но даже через них насколько находим таких вещей да самый яркий случай цианом крестителем на это я особо делаю всегда упор есть естественные другие ну и вот случай со свепорожденным точно такой же единственный такой аргумент который как бы предъявляют сторонники противники реинкарнации сторонники обратной теории что и реинкарнации не существует это же как бы якобы прямых нету речей там вопросов ответов иисуса христа и учеников а я и на этот аргумент и отвечу этим сторонникам что именно поэтому в евангелии мы не находим даже прямых якобы вопросов каких-то или учения иисуса реинкарнации только потому что точно так же как вы не найдете в евангелии учение или вопросов христа слушайте евангелие я утру свою мысль да ладно о том что бог есть слушайте в евангелии ученики хоть раз спрашивали иисуса если бог может они атеистами были может коммунисты ходили за христом где конкретно иисус учит кого-то что бог есть он проповедует по иудеи и иудеи о том что бог есть любовь да но никто не возникает никакого вопроса если бог ему не задать таких вопросов и он никого не пытается убедить в том что бог есть то же самое и с реинкарнации именно поэтому иисус никогда не заговаривал о реинкарнации прямо именно поэтому мы не видим прямых вопросов учеников о реинкарнации как такового учения реинкарнации нету в евангелии там в новом завете то есть по той же сам причине или в библии тоже нет то есть по такой же причине как естественно кто берет библию и читает и подразумевается что в библии это вообще святое писание как это коран там мусульманский да или там еще и иудаизм или христианский неважно библию поделили там есть ветхий заветы она же тора иудейская да по сути параллельно так может провести есть новый завет христианский да то есть люди подразумевают что взяв эти книги в руки эти писания читая их они подразумевают что это будет книга о истории общения человека с богом бога с человеком да что бог есть в этих книгах описание бог вы понимаете да чем речь что речь пойдет о боге что ты взяв эти книги но ты можешь конечно как атеист читать но в принципе тот кто с желанием берет он знает что он хочет узнать о боге то что там о нем будет говориться то же самое с инкарнацией это было естественно в иудаизме поэтому никто не задавал никаких глупых вопросов о том что если бог или если жизнь после смерти и переуплощается ли человек вот и все именно поэтому иисус не не наезжает на учеников своих ученики прямо спрашивают иисус еще раз заметь если если можно еще как-то лукавя и все это вот извращая слова иисуса и весь и весь это событие как-то выкручивать до пытаться притягивать там что то что иисус вот так ответил не он не родители но это для славы божьей вот она причина да это причина правильно того что он родился слепорожденным будучи недостойным этот человек в частности был рожден слепорожденным тавтологии да был рожден слепым потому что он не заслуживал это но это его тоже был урок жизни это что такое это жертвенная любовь когда мы все отвечаем добром на зло когда нам его причиняет то же самое здесь это испытание то есть также как и иов не был достоин какой бы он там хорошим плохим не был хотя бог сам все это очень хороший человек и вот и напрямую еще хорошести сидеть там 10 лет в проказе до этого потеряв всю свою большую семью и имущество и в проказе теряя всех своих друзей причем не просто теряя а еще испытывает них все вот эти вот наезды по поводу того что он негодяй и заслуженно болеет там да и все это потерял вообще все беды которые с ним происходят и иов не принимает этого не признают здесь тоже самое это испытание для каждого из нас человека когда мы проходим испытания именно жертвенной любви да помните как дьявол подходил то в книге его якобы богу и именно и говорил что да когда ты благословляешь человек любит тебя в ответ и грешники любят любящих да уж тем более любить любящего бога легко а вот будет он тебя любить когда с ним будет не все хорошо насколько крепка его любовь это проверка вот и все это случай со слепорожденным как и мы с вами в разных жизнях разными рождались и инвалидами и бедными богатыми приходили разные искушения испытаний точно так же этот человек для славы божьей не забывайте что всегда много смыслов в одном событии здесь читается не только для славы божьей что это иисус якобы не якобы его исцелил да якобы вот она слава божья слава христа нет для славы здесь божья еще будет кто его славить то будет этот слепорожденный во первых чем мы славим бога в своей жизни а его жизнь была несмотря на его тяжелую катастрофическую ситуацию в жизни он не богохульничал он являл в себе святость доброту свет да вот это все мы все конечно подробность не знаем человек это я так уже рассказываю может быть так и было на самом деле может быть он был не таким хорошим но это не суть важно все равно по самому эпизоду с вами дальше вспомнили уж сам не буду ли все сегодня читать вот даже то что потом как он свидетельствовал перед иудеями которые наезжали на христа и хотели даже через этот добрый поступок с ним оклеветать христа убить его то он опять же как себя проявил не побоялся ничего кто живет современном мире мире мы видим вокруг себя в основном одну трусость и слабость посмотрите на людей а слепой этот прозревший он не мог поступить просто так не будучи крепкой и светлой душой а он сказал мне 2 до лампочки еще как с ними разговаривал как мудрец это надо все вот это прочитать почему вы видите мы отчасти вырвали из контекста я вам в концовке от контекста он передаю весь случай этот ну я рассчитываю на то что конечно меня будут слушать люди которые всю эту историю хорошо знает но если уж нет напрягутся поставить на паузу прочитают хотя бы перед просмотром ролика прочитали ну или прочитают после еще да то есть весь этот эпизод видите как он важен в совокупе конечно же для славы божьей это сам человек человек являет в себе бога и славит его тем иисус на горной проповеди так и говорил как он говорил вы свет миру и соль земли тогда светит свет ваш перед людьми чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небесного для славы божьей это здесь делал не только в исцелении этого слепого христом а это поведение поступки самого этого слепорожденного бог его зная его уже душу его готовность возможно не раз ринкарнируешь и души дает им это испытание чтобы он сам еще выше возрос и явил опять бога тоже явил бога отца небесного прославил и люди прославили что вот такой человек вот она любовь ведь он свидетельство иудеем о любви свете говорят чё вы чё вы наезжаете на меня и на христа я сейчас вот таким своими словами говорит да он исцелил доброе дело мне сделал вы чё совсем таки красавчик красавчик ну ладно возвращаем но ведь я не могу без проповеди любви и добра мы должны все так поступать для нас это пример жизни ну и возвращаемся еще раз к реинкарнации наехал на иисус на учеников на своих нет ученики можно как-нибудь извратить будучи приверженцем даже анти реинкарнации теории реинкарнации да можно ли извратить вопрос учеников не учитель они спрашивают и еще раз концентрирую внимание на этом вопросе учитель кто согрешил он он или родители его да они берут еще одну возможность что родители могли конечно такое бог мог на родителей воздействие через их не чада да кто согрешил он или родители что родился слепым и заметьте что родился слепым то есть надо было сделать что-то до рождения ему или его родителям вот я честно конечно комментариях если набегут противники реинкарнации конкретно попробуйте сюда что-нибудь вставить вот в этот вопрос учеников это иудеи которые ходят за христом которые прекрасно знают свое учение в отличие от многих тех самых псевдо христиан не знающих даже учения своей секты ученики непростые это самые избранные люди которых избрал сам христос да они спрашивают его такой вопрос задают вникните еще раз знаете в принятии учения реинкарнации если я говорю вы поищите ролики на канале он так и называется реинкарнация так приблизительно помню название как доказательство любви божией реинкарнации это не дьявольское учение это лишний раз доказывает что бог есть любовь что человек его сущность и сущность бога она бессмертная бесконечна она всегда существует в бытие она никуда не засыпает не умирает и все эти конечно бред не там религиозников псевдо христиан или еще кого-либо допустят даже и свободные во христе такие якобы есть якобы свободный вернее во христе так лучше сказать да это от того что ой а шо ж тогда можно жить и грешить да все вы потому что вы не понимаете вообще ничего и к истине даже не прикасались и мизинца грех делает несчастным самого человека и его окружение все к чему он соприкасается от греха никто никогда не испытает несчастья не радости такой вот замкнутый круг истины на самом деле ты не грешишь потому что ты хочешь быть счастливым а греша становишься несчастным но ты все поэтому ты святым 2 становишься принудительно добровольно так скажем как нас добровольно принудительно да тоже поняв в жизни накушавшись и вкушаю грех и все зло в мире со временем ты все понимаешь жить в этом невозможно великое благо как писал апостол павел счастье быть благочестивым то есть святым и довольно радостным вот и все это действительно так действительно так поэтому жить и грешить поэтому все эти из-под палки святости кота делают людей это ни к чему не приводит хорошим ни к чему и все ваши проповеди пугалки адом там за короткую жизнь что там до 15 летний юноша два раза в день за углом там покурил и выпил стопочку и подсовался с девицей будет в аду всю жизнь гореть это полная чушь она никого не приблизит никогда к истине никогда все эти ваши теории они тупиковые ты спрашиваешь ну что его в ад отправить ну дурак конечно скажет в ад сам-то он дожил до глубоких сидит да и слава богу иисус меня спас своей проповедь что я тогда жил я-то услышал сам-то я может там всех резал перерезал и насиловал но я теперь покаялся и по вере в иисуса христа в искупительную жертву буду в раю на облачке кататься размахивая ножками на качелях на облачке попивая винцо с иисусом христом нет святость доброта любовь это эти вещи избираются добровольно самим человеком и жизнь в святости в добре в любви она делает тебя самого счастливым и бог дает человеку бесконечные шансы исправиться ибо бог есть абсолютная любовь бог есть всячески во всем бог сам себя не ненавидит бог сам себя не убивает какого вы самого лютого грешника на земле не видели в нем тоже бог бог его и сотворил и сам в нем присутствует и бог любит и его а значит любит себя а любит себя потому что он в нем вот и все так что вот так вот вот вам живой пример и доказательства реинкарнация прямо у нас как всегда под носом но мы этого не видим кому этого мало и хорошо если вам этого мало я всем еще раз рекомендую даю отсылку ко всем своим роликам о реинкарнации искать их проще будет если как я вам сказал вы на канале в поисковике по каналу такая маленькая тоже там есть окошечко не в общий поисковик на ютубе а в поисковике на канале просто вобьете реинкарнация может а мне как-то еще называл вечная жизнь но это будет достаточно и там они по списку выйдут хотя бы где-то рядышком к этому ролике относящийся может это что-то в описании написала вы посмотрите может быть когда-то еще кое-какие есть я еще не все далеко записал что есть какие есть отсылки к реинкарнации евангели но я в этом ролике его можно было конечно отдельно выделить дал общую мысль искать учение реинкарнации в библии то же самое что искать учение о вере в бога в библии это тоже самое это аксиомы которые просто есть их никто в библии не ставит под сомнение да или нет как учение какой-то выдвигается нет просто есть просто нормально так вот это у меня все всем желаю всего самого доброго ставьте лайк если нравятся мои ролики подписывайтесь на канал кто впервые попал кого интересует истина кто хочет обрести полноту счастья в жизни я вам в этом обязательно помогу поделитесь этим роликом у себя на платформах в социальных сетях в мессенджерах дабы все обрели истину у меня на этом все всех по-братски крепко обнимаю нежно целую пока пока go vegan а